Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. И мы прочитаем с 1 по 4 стих 19 главы. «После сего, то есть после крушения всемирного Вавилона и идеологии вавилонской блудницы, после сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему». Действительно, многие народы, которые усопшие души, верные Христу, они готовятся к тому, чтобы вместе со Христом в Его Втором пришествии явиться на земле, пребывают в ликовании. «Ибо истинны и праведны суды Твои воскресают эти племена и народы. Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу», то есть лукавую систему вещей, которая растлила землю любодейством своим. Любодеяние — это измена истинной вере, то, что начинается с апостасии, а апостасия, как мы понимаем, может произойти только в церкви. Кришнаид не может пережить апостасию, отступление от Христа, потому что он и не был рядом с Христом. Язычник не может пережить апостасию, потому что он и не был близ Христа. Апостасия — это процесс, который касается тех, которые когда-то называли себя христианами, а потом отпали от истины, как мы видим, от падения Западной Европы, от восточной церкви православной, от падения потом уже внутри западного христианства, в разные секты, в разные полуоккультные, полукриминальные сообщества. Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» Андрей Хессарийский пишет, «Аллилуйя означает божественное прославление, аминь же истина добудет, это воспевается ангельскими силами вместе со святыми людьми три раза трипостастному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, Который отомстил за кровь рабов своих, пролитую Вавилоном и наказанием жителей его прекратил грех». Слова «И дым ее восходил во веки веков» указывают или на то, что наказания не будут забыты, или наказанные будут за это мучиться в будущем в меньшей мере. Такое истолкование предлагает нам Андрей Хессарийский. И далее мы читаем, «И голос от престола и шел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы его, боящиеся его, малые и великие». Давайте посмотрим, какие объяснения предлагают древнехристианские экзегеты. Тиконий, Апрингий, Цезарий, Арский настаивают на том, что дым, уничтожение зла, он сопутствует восхвалению Бога и Церкви, воспринимается чуть ли как не фимиам. Экумений, Андрей Кисарийский настаивает на том, что тройным, аллилуйя, святые славят Троицу и его Господа суд над Вавилоном. Экумений настаивает на том, что малые, преуспевающие в святых делах, а великие – это святые. Великие проповедуют мудрость совершенным, а малые – скормлены молоком Христовым, то есть начатками евангельской веры. Это объяснение примасия. Словословие Бога подобно служению ангелов, то есть когда святые восклицают с ангелами свят, 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 они сами становятся как ангелы. Это истолкование экумения. Бог сотворил сотворил существующее из небытия и сделал праведниками достойных. То есть Он, сотворивший мир из ничего, из нашего нечестия, Он настолько преображает нас, что делает нас праведными по вере. И тема Андрея Кисарийского «Союз церкви со Христом» это брак Агнца. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца. Агнец – это Христос, его невеста – это церковь. И следующая тема – это брачная вечерия Агнца. «И жена его, то есть Христа, приготовила себя, жена – это церковь, и дано было ей обречься весон, чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши блаженный званая на брачную вечерю Агнца. И сказал мне сии суть истинные слова Божии». И десятый стих «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Апрингий, кумений и беда достопочтенной торжественно провозглашают, что брак Агнца – это долгожданное соединение церкви с Господом Христом. Весон, в который облачается невеста, светлость и добродетели вечеря Христова радость и торжество спасенных по вере. Это уже толкование беды достопочтенного. Через принятие человеческой природы Сын Божий учит нас созерцанию истины, настаивает блаженный Августин, и мы начинаем, читая божественные откровения, распознавать эти истины. Примасин настаивает на том, что смысл всякого пророчества содержится в свидетельстве Иисуса, которому слушают пророки и закон. Ангелы не присваивают себе власть, а указывают на ее источник. И когда Иоанн Богослов, увидев ангела, пал к ногам Его, ангел останавливает Его и говорит Ему Богу поклонись, то есть указывает на источник, кому надо поклоняться прежде всего, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества, то есть сам Христос остается нашим учителем, и Он научает нас разумению апокалипсиса через святых отцов, учителей древности, которые преподали нам эти удивительные уроки, раскрывая тайны этих образов. И следующая тема «И увидел я тверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный истинный, который праведно судит и воинствует, очи у него как пламень огненной и на голове его много диодим». Андрей Кисарийский пишет, «Отверствие неба означает пришествие Христова, последующее с неба, подобно как у земных царей, поднятие зависов предшествует приговору и осуждению виновных». Белый конь указывает на светлость святых, восседая на которых он, Христос, будет судить народы, испуская огненный пламень из своих огненно-пламенных очей, то есть всевидящей силой своею просвещающей, а не опаляющей праведников». Многие венцы указывают на то, что Христос он истинно царь царей, то есть настоящий подлинный правитель неба и земли. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Неизвестность имени означает непостижимость существа его, потому что он распознаваемый в своем человечестве по-прежнему непостижим в своем божестве, ибо он имеет много имен по своему домостроительству нашего спасения, и мы знаем, он называется Иисусом, он называется Христом, он называется Спасом, Эммануилом, действительно, множество имен, он благий пастырь, он свет миру, он истина, солнце, жизнь, правда, искупление, святыня. Андрей Кесарийский пытается перечислить основные из имен, он нетленный, здесь он идет как бы от обратного, нетленный, бессмертный, неизменный, невидимый, а по существу своему имени не имеет, так как он непостижим и ведом лишь самому себе, с Отцем и Всесвятым Духом. Действительно, природа божества, она непостижима, и мы постигаем Бога не в полноте, но только в той мере, в какой Бог открывается нам. И по мере того, как человек духовно возрастает, то до него открывается тайна божества, и райское наслаждение, оно и будет заключаться в бесконечном возрастании познания о Господе. Имя это как бы образ степени познания. Мы познали его как спасителя, потому что он спас нас от наших грехов, мы познаем его как царя царей, когда подчиняемся ему превыше всяких любых форм человеческого управления, мы познаем его как Бога, который слово логос и сотворил этот мир, мы познаем его как милостивого и милосердного по отношению к нам, пришедшего в первом своем пришествии не судить мир, но спасти мир. И далее Иоанн Богослов пишет, он был облечен в одежду обогренной кровью, имя ему Слово Божие. Слово Божие это очень широкое понятие, когда мы говорим о Слове Божьем, надо прямо сказать, что это не только Священное Писание, потому что в том же Евангелии от Иоанна сказано, что если описать все, что говорил и делал Иисус, то весь мир не вместил бы написанных книг. В Библии дается нам то самое необходимое для нашего спасения. Учение Церкви раскрывает подлинный смысл Писания, как и сказано, вникай в себя и в учение, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Андрей Кисарийский пишет, одеждой Слово Божие служила его нетленная и причистая плоть, обогренная во время страданий его честной кровью, это подтверждает и сказанное ранее. Почему не имеющий имени и никому незнаемый здесь называется словом или чтобы указать на его сыновнюю ипостась и бесстрастное рождение от отца, подобно как наше слово происходит от нашего ума или на то, что он в себе заключает разумное оправдание всего существующего или же потому, что он есть провозвестник силы и премудрости отца. Он действительно действовал всегда от имени отца и он говорил об этом, я пришел во имя отца, я говорю вам то, что я слышал у отца и когда один из апостолов попросил его покажи нам отца и для нас будет довольна, он сказал сколько я с вами и неужели ты не видишь видевший меня видел и отца то есть он своей жизнью земной которая описана в четырех евангелиях раскрыл характер бога отца показал намерение бога отца относительно рода человеческого поэтому самое великое свидетельство о боге отце это именно четыре святых евангелий но с другой стороны есть четыре уровня и самого слова божия четыре животных каждая из которых усвояют тому или иному евангелию в то же время они усвояются разным жанром библейского текста ибо и ветхий и новый завет имеет четыре повествовательных жанра в ветхом завете мы имеем что закон божий это пятикнижие моисея также мы имеем исторические книги учительные книги и пророческие книги и древние отцы говорили что каждый из четырех животных которые описаны у языки и которых мы видим в апокалипсисе они соответствуют вот такому делению слова божия но и новый завет состоит из этих четырех ступеней закон божий для нас это святое евангелие заповеди христовые историческое повествование это книга деяний святых апостолов учительные книги это апостольские послания а пророческий текст нового завета это книга откровения на богослово которую мы изучаем поэтому не случайно что у языки или мы видим этих четырех животных и они же показаны в апокалипсисе и мы читаем далее и воинство небесное следовало за ним на конях белых обреченных весом белый и чистый оказывается чтобы следовать за Христом надо быть подобным Христу и как Христос выседает на белом коне так и следующее за ним тоже должны являть чистоту праведной и благочестивой и святой жизни из уст его исходит острый меч это и есть святой Евангелие чтобы им поражать народы он пасет их жезлом железным он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя ибо Евангелие содержит в себе и пророческий текст апокалипсиса который говорит о великих судах Божиих а евангельские тексты раскрывают как бы генезис происхождения каждого греха когда Христос подсказывает что если человек смотрит с вожделением он уже прелюбодействует если он гневается он уже человекоубийца своим учением он помогал людям решать главную проблему проблему греха и со своей стороны все сделал для того чтобы мы примирились с Богом и те которые сознательно отвергли Христа пережили апостасию из состояния Иерусалима оказались в состоянии Вавилона они сами разделят участь дьявола и ангелов его ибо изначально ад не творится для людей как Христос и говорит идите проклятые в огонь вечный уготованы дьяволу и ангелам его то есть он не был уготован для человеков но человеки которые отжествили себя с идеологией антихриста они разделят его участь в аду оружие настаивает Андрей Кесарийский означает наказание которое постигает нечестивых грешников по праведному суду по велениям из уст божьих действительно если в первом своем пришествии он пришел не судить мир но спасать мир миловать мир то в своем втором пришествии об этом же говорится и в евангелиях он приходит в этот мир как судья который воссядет на престоле и отделит одних от других как пастырь отделяет овец от козлов и овец поставит справа от себя а козлов поставит слева от себя и услышат благословенные слова войдите благословенные в покой мой унаследованный для вас от сотворения мира и услышат проклятые идите проклятые в огонь вечный уготованные дьяволу и ангела его далее говорится в книге откровения 19 глава 16 стих на одежде и на бедре его написано имя царь царей и господь господствующих царь царей и господь господствующих вот кто наш истинный царь вот кто царь над царями над всеми племенами и народами это Христос и Иисус и православная церковь исповедует в человечестве Иисуса Христа три формы служения он совершает служение первосвященника в своем человечестве служение пророка в своем человечестве и служение царя православное догматическое богословие так воспринимает его человеческое служение он бога человек одновременно человек и бог действует и как первосвященник в своем человечестве и как царь и как пророк а как бог он есть тот который сотворил мир который управляет миром альфа и омега начало и конец смысл подлинный смысл человеческой истории то что имя написано на бедре свидетельствует о том что деятельная часть судов божьих еще не прекращается он установит свой статус царя царей и господа господствующих когда померкнут все царства земные все формы человеческого политического управления и все формы человеческого господства материальные экономические политические и так далее и так далее и когда мы читаем молитву господню молитву отче наш и произносим слова да придет царствие твое да будет воля твоя яко на небеси и на земли осознаем мы это или нет но мы просим его чтобы рано или поздно все формы человеческого управления человеческие царства человеческие господства все это прекратилось бы и один царь царей и господь господствующих воцарился бы яко на небеси и на земли и как я часто объясняю когда святитель Филарет давал толкование на эти слова яко на небеси и на земли как на небе так и на земле он спрашивал а как на небе и сам отвечал восставшие против Бога ангелы сброшены с неба в пространство между небом и землею и когда мы просим Бога чтобы на земли было как на небеси мы просим чтобы мятеж против Бога начатый грехопадением наших прародителей Адама и Ева на земле рано или поздно прекратился бы и божественный теократический порядок воцарился бы на земле яко на небеси и далее и увидел я одного ангела стоящего на солнце и он воскликнул громким голосом говоря всем птицам летающим посредине неба в этом разделе апокалипсиса начинается повествование о том как антихрист и последовавшие за ним будут ввергнуты в гиену и читаем далее слова обращенные к этим птицам летящим посередине неба летите собирайтесь на великую вечерю божью чтобы пожрать трупы царей трупы сильных трупы тысяченачальников трупы коней и сидящих на них трупы всех свободных и рабов и малых и великих в понимании древних появление множества птиц на небе означает угрозу какого-то сражения и этот образ мы видим здесь в книге откровения Иоанна Богослова когда чтобы поживиться птицы собираются и далее и увидел я зверя то есть антихриста и царей земных и воинства их собранные чтобы сразиться с сидящим на коне то есть самим Христом и с воинством его это их последняя попытка удержать хоть что-то из того что они еще могут удержать они будут до конца сопротивляться Христу Андрей Кисарийский пишет он называет воинствами за многообразие их грехов воинствующих вместе с дьяволом хотя они составляют меньшую часть по сравнению с ангельскими силами и святыми то есть это войско зверя и царей земных их воинство это раздираемые страстями и страстишками похотливые существа ненавидящие друг друга презирающие самих себя и трепещущие против Бога но решившиеся все-таки вдохновением поистине дьявольским на что сам дьявол не решился бы выступить против Христа в его втором пришествии и схвачен был зверь и с ним лжепророк производившие чудеса пред ним которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению когда мы говорили о лжепророке о ложных чудесах антихриста мы говорили о том что великая опасность для тех христиан которые гоняются за чудесами добегайтесь придет прелестник зверь из бездны лжепророк они такие чудеса покажут такие знамения огонь будут сводить с неба и те которые свою веру созидают на чудесах и знамениях они окажутся в стане антихриста под властью зверя а мы верим во Христа как в истинного Бога не потому что он убедил нас каскадом чудес с неба а потому что мы возлюбили его по слову его блажение не видевшее но верущее оба то есть схваченный зверь и с ним лжепророк двадцатый стих оба живые брошены в озеро огненное горящее серый и ниже а прочие убиты мечом сидящего на коне исходящего из уст его и все птицы напитались их трупами прочие умерщвляются словом Евангелия не могущие переносить чистоты евангельских глаголов которые огласили теперь не только небо но и землю принявшие начертания зверя самоуничтожаются от слышания этих слов но мука их не прекратится никогда и дым от Вавилона будет восходить из поколения в поколение точнее из века в век как мы читали ранее ибо и блаженство вечно и наказание вечно век и в век и в век и в век век и в